Здравствуйте! На ваших экранах программа «О чем молчит время». И сегодня мы в очередной раз предлагаем вам совершить увлекательное путешествие по Рязанской области в поисках преданий, легенд, загадок, а также интересных исторических фактов. Сегодня мы отправились за 100 километров от Рязани, в Шиловский район. Говорят, что здесь история тесно переплетается с легендами и сказаниями, создавая особенную, чарующую атмосферу этих мест. Куда обычно отправляется человек, если хочет узнать больше об истории какой-то местности? Ну, конечно же, в Краеведческий музей. Найти его в Шилово оказалось несложно. Более того, мы были невероятно удивлены, осмотрев его постоянную экспозицию. Честно признаться, мы не ожидали увидеть настолько интересную и богатую коллекцию предметов древности. Хотя, возможно, удивляться и не стоило, ведь, как мы узнали от директора музея, сложение этногенеза современной территории Шиловского района происходило в раннем Железном веке. Именно тогда, по словам Александра Гаврилова, здесь складывалась культура текстильной керамики или городецкая культура. Текстильная керамика, и она называется, потому что поверхность сосудов была покрыта оттиском ткани. Вот. И вот эта вот городецкая культура жила здесь на протяжении более 700 лет, тихо и мирно занимаясь охотой и рыбной ловлей. Здесь мы находим рыболовные крючки бронзовые, железные, небольшие железные ножики, очень маленькие топорики. На рубеже II-III веков в результате продвижения с востока на запад воинственных финно-угорских племен, по словам Александра Петровича, здесь образовалось так называемое Варварское Королевство. Это был народ воинов. Каждый мужчина обязательно имел копье, дротик, боевой топор, у очень многих были мечи. Оружие крепилось к богато украшенным поясам, плащи застегивались фибулами. Примечательно то, что рязанские крестовидные фибулы – это, по сути дела, крайняя германская группа фибульных народов, которые вообще существуют. Здесь же мы можем увидеть реконструкции костюмов, характерные для тех времен. Что интересно, мужчины практически не пользовались защитой, исследователей не находят ни щитов, ни панцирей, только оружие нападения. А вот костюм женщины вообще вызывает множество вопросов у неподготовленного посетителя. Но, например, зачем Рязано-Окской девушке скальп? Ни одна девушка Рязано-Окская не могла выйти замуж, не убив врага, не сняв у него с головы скальп, тем самым как бы доказав свое право на замужество. Поэтому к поясу мы находим придороченные скальпы. Это еще очень гуманные традиции. Сарматы вообще нижние челюсти вырубали. У Рязано-Окцев было полное равноправие. Один мужчина мог иметь несколько жен, одна женщина иметь несколько мужей. Наследование шло по женской линии. То есть царем становился не сын царя, а муж дочери. Помните, как в русских народных сказках «Иванушка, дурачок». Вот, в общем-то, именно через сказки, через какие-то вот эти вот блины, те же самые, мы и прокладываем мостик вот к тем дославянским народам, которые, по сути дела, являются основой русского государства. Все экспонаты музея, словно кусочки мозаики, складываются в одну грандиозную историю края. Вот детский башмачок, которому около полутора тысячи лет. Вот многочисленные трофеи, привезенные воинами из далеких стран. Индийские ложки с изображением богини Кали, египетские скрабеи, римское тончайшее стекло. Вот замечательный стакан V века н.э. То есть, в общем-то, уже в то время люди что-то пили, как-то жили. Подумать даже страшно, из какой дремучей дали он приехал к нам сюда. Потому что это буквально с другого конца света того времени. Как его привезли, он очень тоненький. Может быть, в каком-то футляре, может быть, в каком-нибудь крабке в таком. Сложно сказать. Помимо богатой коллекции стекла, Шиловский краеведческий музей обладает уникальной коллекцией тканей, которые также представляют огромный интерес для изучения. Ошибочно и неправильно мнение, что женщины раньше ходили в каких-то серых, однотонных одеждах. Полосатая ткань, зеленая кофточка, оттороченная по краям красной лентой, тесьма, бахрома, выбеленный лен. То есть, все эти ткани, желтые ткани, использовались в очень широком спектре. Коллекция оружия также вызывает восхищение. Кстати, на территории Шиловского района до сих пор находят его образцы. Так, например, совсем недавно обычными рыбаками был найден римский меч. Во время обвала берега вышел такой вот меч. Данный меч является римским мечом. Это одна из самых восточных находок римских мечей на территории России. Данные мечи встречаются примерно в третьем тысячелетии нашей эры. Меч изготовлен из дамасской стали. Об экспонатах этого музея можно рассказывать часами. Но не только древними артефактами полна Шиловская земля. За пару часов пребывания в музее мы услышали не меньше десятка легенд, связанных с заколдованными лесами, чудесными озерами, живительными источниками. Вы знаете легенд огромное количество в любой местности. Просто, вот я говорю, 40 лет мы занимаемся изучением легенд и преданий. Больше очень многое мы не знаем, очень многое мы упустили. Очень много у нас работало наша этнографическая экспедиция. Я просто вспоминаю, вот вы знаете, вот, например, в 80-е годы, в 90-е даже еще годы. Ну, вот в 90-е годы они были переломными какими-то в жизни села. Когда приходишь в село, вот маленькая деревня Мунур, например, сейчас там, по-моему, два человека живет летом только. А в 90-е годы, в 80-е годы оно было полноценной деревней жилой. Мы туда даже выступать ездили с различными программами, вот как не села сейчас проходят, а с автоклубом. Вот. И вот туда приходишь, и вот бабушка рассказывает. О, говорит, это сейчас неинтересно стало. Сейчас что? Вот раньше-то. Вот здесь вот жила, вот Манька, вот, 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 вот. Как идешь по улице, она свинью перекинется, на закорки тебе вскачет и едет. А вот в том доме, вот там вот Егоровна жила, о-о-о, чудная была, вот на это дерево, вот, видишь, дерево вот высокое, вот залезет на нем и сидит и кричит, то кошкой кричит, то петухом кричит. Вот что-то такое вот с ней было вот. То есть, понимаете, это вот был жив еще русский мир. Мир странный и удивительный. Если где-то и можно найти осколки этого удивительного и загадочного русского мира, то только здесь. Не успели мы выйти за порог музея, как тут же попали на территорию, с которой, как оказывается, связана красивейшая легенда о трех братьях. Вот полюбилась младшему брату княжна мордовская, и они решили убежать. Убежали вместе с братьями, но вот здесь, в самом Шилове теперешнем, на улице Рязанской, воины, которых отец послал следом, все-таки их настигли. Так, братьев побили, перебили, а дочку повезли к отцу. И, значит, она вырвалась, на подъезде вырвалась с криком, что без любимого мне не жить, бросилась в речку. С той поры река стала называться Пара, потому что имя ее было Парава, то есть хорошее. Оказалось, что один из охотников выжил, и видят, вверху, под небом, под облаками, летают два сокола, и как бы завод за собой. Он пополз, и дополз вот до этого места, как раз, где сейчас стоит церковь наша. Так, там внизу были источники с водой чудодейственной. Соколы приносили ему еду, он выстрелил. И вот однажды, когда уже, значит, жил в полуземлянке, так, вышел на берег Аке, и видят, что что-то необычное плывет. И подошел он к Аке и увидел, что против течения плывет икона. Но это потом он понял, что икона. Он взял в руки предмет и сразу просветлел. Это была икона Успения Божьей Матери, потому что это был день как раз Успения. И вот, став просвещенным, так сказать, придем в христианство, так вот от природы, от чуда, он построил церковь, так, к нему стали приходить, значит, другие люди. Так возник, вот, возник небольшой городок, Нерск, Нерская, и потом впоследствии Шилов. Каждая легенда, рассказанная Андреем Гавриловым, связана с определенной местностью Шиловского района. Так что мы отправились на поиски источников некоторых из преданий. Сразу после посещения Шиловского краеведческого музея мы отправились на поиски так заинтересовавшего нас танцующего леса. Однако в местечке под названием Дубровка мы наткнулись на развалины старинного поместья, которое некогда, как оказалось, принадлежало известному роду Голицыных. И здесь не обошлось без легенд. По одной из них эти земли были дарованы князю Голицыну самим Петром Первым. Во время Азовского похода. Петр Первый проплывал по оке. Рядом с ним на палубе стоял его фаворит Голицын, князь. Это герой Болтавской битвы. Вот. Ну и Голицын говорит, ой, как красивый государь. Петр сказал, красиво, но и владей. И отписал ему деревню Акулова с несколькими тысячами десятин вокруг. А потом, в XVIII веке, князья Голицына приобретают Дубровку, и она становится уже их вотчиной непосредственно. Наверное, об этом месте можно было бы узнать много чего интересного, но наш путь лежал в лес, который кто-то называет танцующим, кто-то пьяным, а некоторые и вовсе ведьмином. Мы без труда нашли этот довольно-таки большой участок леса, где деревья растут не просто вверх, а изгибаются самым причудливым образом. При этом большая часть деревьев отклоняется к северу, а некоторые и вовсе закручиваются в кольца и спирали. Древние люди верили, что если пройти под изгибом вот такого дерева, можно излечиться от всех болезней или же получить в дар колдовские знания. Конечно, это всего лишь сказки, но, как известно, сказки на пустом месте не рождаются. Конечно же, подобные аномалии наверняка встречались и в древности, но этот лес сравнительно молодой, ему около 60 лет, а до этого здесь стояла дубрава, которая была вырублена в советское время. Почему именно на этом участке сосны растут таким странным образом, не берутся утверждать даже ученые. Кто-то из них говорит об атмосферных явлениях и особенностях почвы, повлиявших на рост деревьев, другие виновными считают мощное геомагнитное излучение. Ну а местные жители, конечно же, находят свои объяснения к появлению причудливого леса. Наиболее такое современное, что ли, осовремененное, лишенное всякой привлекательности легендарной, это то, что деревья были покручены во время смерти, во время урагана, который прошел в начале 70-х годов. Вот. Более такая таинственная история – это о том, что там зародился вихрь. Вихрь у нас – это живое существо, так, которым можно убить, с которым можно сражаться. Но вихрь зародился именно на том месте, где когда-то в древности произошла битва двух соперничьих колдуней. Многие рассказывают о необычном воздействии этого леса на психику и здоровье человека. У кого-то внезапно начинает кружиться голова, кто-то испытывает необоснованный страх. Однако мы с нашим оператором прогулявшись по этому лесу ничего особенного не почувствовали. Но сказать, что в этом лесу чувствуешь себя комфортно, все же нельзя. Почему-то за все время, проведенное здесь, мы не увидели и не услышали ни одной птицы. Хотя буквально в нескольких шагах среди прямо растущих березок кипит лесная жизнь, наполненная радужным щебетанием. Это больной лес. В больном лесу, конечно, себя ощущаешь не очень комфортно. Я не скажу, что там какие-то плохие ощущения, но чувствуется, что этому лесу плохо. Как бы то ни было, послушавшись совета местных, мы не стали задерживаться в этом лесу и отправились к озеру Чудино, еще одному источнику загадочных историй. Это озеро расположилось в живописном местечке под названием Терехово. По легенде, это село основал один из трех братьев-разбойников – Терех. Поговаривают, что награбленное золото до сих пор находится в бочке вот в этом озере. Но вот увидеть его может только человек с чистой совестью. Видимо, нам с оператором стоит задуматься о ее чистоте. Бочку, как ни старались, мы не увидели. Однако не только этим знаменито озеро. По одной из легенд, на дне этого озера находится затонувшая церковь. Местные жители даже иногда слышат звон колоколов. Правда, говорят, что это не предвещает и ничего хорошего. Вроде бы, в последний раз звон колоколов здесь был слышен перед началом Великой Отечественной войны. Шиловская земля буквально окутана легендами. Кажется, что здесь оживают русские народные сказки. И каждое, даже самое маленькое поселение, может поведать свою интереснейшую историю. Но рассказать об этом в рамках одного выпуска программы просто нереально. Так что я надеюсь, мы еще вернемся сюда и продолжим этот удивительный рассказ. Ну а на этом программа «О чем молчит время» подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих увлекательных путешествиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова